И сделала акционером нашей компании, который инвестировал именно на общих основаниях через личный кабинет. Это наша, ну скажем так, очень интересная женщина, активист, которая живет в Австралии, Светлана, которая именно 8 месяцев проводила с ним работу, 8 месяцев давала материалы, обоснования, проводила всевозможные встречи. Я помню еще, как более полутора или двух лет назад в скайпе мы общались с родом Хука, когда только-только начал входить. Потом к работе подключился Алексей Суходоев, потом Виктор Бабурин, потом вместе убедили, и он приехал в Экотехнопарк. И, соответственно, сегодня это выходит в очень интересную такую работу. Сегодня создана управляющая компания на территории Австралии, развиваются уже десятки различных проектов. И вот сегодня Алексей еще прокомментирует, покажет новости уже непосредственно с сегодняшними событиями, которые идут, когда по ряду центральных телеканалов Австралии, когда в радиоэфире, когда газеты, крупнейшие газеты Австралии сегодня выходят с репортажами Руда Хука о технологии Skyway. Еще я могу сказать, что в начале июня приезжает большая делегация из Австралии на территорию Белоруссии в Минске с посещением обязательно Экотехнопарка. Это, друзья, начало большой-большой работы, и результатом этой работы как раз стало то, что сегодня стартуют и запускаются крупнейшие проекты, и это, друзья, наша совместная работа. Начиная от того, что мы вместе создали, сделали, финансируем Экотехнопарк, и кончая тем, что именно структуры и логика, которая сегодня работает именно в построении краудинвестинга в нашей с вами корпоративной системе, именно люди, которые в нее пришли, люди, которые активно в ней работают, они находят такого рода инвесторов, такого рода партнеров, которые дальше развивают проект. Это тоже, друзья, крайне знаменательная вещь, это крайне важное значение, потому что с этого, в общем-то, все начинается, и это, друзья, в основном сейчас идет в развитии. И Алексей обязательно еще вам прокомментирует, расскажет, вот, а я еще расскажу вам еще о ряде ближайших событий, но те, которые тоже очень интересно увязаны, и те, которые тоже работают с сегодняшней системой. Я вот могу сказать, что на 18 июня все расписание, друзья, будет выложено в наших чатах, я просто несколько анонсирую эту информацию с комментариями, которые сегодня должны быть. 18 июня в 12 часов в Германии будет проходить конференция Skyway, которую мы совместно организуем с очень интересной инвестиционной группой, она называется Европейское агентство инновационных проектов, которое работает на территории Германии и всей Западной и Восточной Европы. Вот в городе Бат-Зальцент мы будем проводить презентацию именно технологии Skyway, где будет присутствовать несколько сотен потенциальных инвесторов из Германии и Западной и Восточной Европы. И это, друзья, тоже очень интересный, знаменательный проект, то есть тот, кто живет в Европе или захочет в этом поучаствовать, расписание все будет, значит, вы можете найти, как туда проехать, как поучаствовать. Но весь вопрос, друзья, что вся эта работа строится, то есть на меня вышли люди, которые работают и в Германии, и, как это ни странно, из Казахстана, люди, которые находятся на связке. Мы соединились все в одно совещание, провели такие консультации и пришли к выводу, что нам надо совместно проводить вот такую конференцию. Тем более, что она будет в преддверии большого инновационного форума, который будет проходить 20, 21, 23 сентября в Берлине и на ТЭК, куда приглашен разработчик именно технологии Skyway, инженер Анатолий Дуавч Юницкий, который будет презентовать, показывать основы технологии. И это очень интересно тем, что на форум, где всегда показываются мировые новинки и вообще инновации в сфере транспорта, приглашены такие интереснейшие сегодня лидеры этой отрасли, как Илон Маск с технологией Hyperloop и Анатолий Дуавч Юницкий с технологией Skyway. И это будут два больших стенда, и организаторы постараются сделать так, чтобы они были чуть ли не напротив друг друга. Это тоже интереснейшее событие. И мы постараемся приурочить к этой выставке, то есть 24-25 сентября, провести уже свою конференцию Skyway в Берлине, которую мы планируем сделать как общеевропейскую для того, чтобы все желающие, все, кто может приехать именно из Европы, поучаствовать, посмотреть и на ТЭКе, то есть посмотреть именно демонстрацию уже юнибайков и юнибусов в натуральную величину и действующие образцы на этой выставке. И, соответственно, в следующий день принять участие в нашей конференции. Так вот, в преддверии этой конференции мы делаем ряд по разным странам Европы, такие небольшие конференции, но будет конференция где-то человек на 200-300, как мы сейчас планируем, ну, как сейчас предполагается. И это будет такая пробная конференция для западной, ну, для германского, для Германии, для германского рынка, как мы сегодня называем, с тем, чтобы посмотреть, какой интерес, какой, как будет двигаться именно эта технология. Исходя из того, что перед этим мы планировали провести конференцию и в Кёльне, и в Штутгарде, то мы сейчас просто объединим все эти конференции вот в эту пробную, которая пройдет 18 июня, вот, с тем, чтобы уже подготовиться и все, кто будут желающие, у кого возникнут вопросы, для которых именно участие в Инотеке будет решающим значением по принятию решения, пойти в технологию, инвестировать в технологию, продвигать ее дальше. Мы это делаем цепочкой таких событий для того, чтобы серьезно презентовать и продвигать технологию, тем более, что в октябре у нас уже намечено большой фестиваль в Марьиной Горке, где будут уже продемонстрированы основные элементы технологии, где будут продемонстрированы уже стенды и действующие образцы, и это будет уже следующий этап развития технологий, где ожидается уже и заключение больших контрактов с фондами и заказчиками, и, соответственно, мы реально рассматриваем, что система краудинвестинга именно к октябрю месяцу будет существенно изменена. Поэтому 18 июня отель Мартингим, который находится в очень интересном, красивом месте, смотрите анонсы, мы буквально завтра или послезавтра все это выложим на наших ресурсах, на нашем расписании, и тот, кто захочет, может обязательно в этом участвовать. Естественно, что для всех, кто туда не поедет, мы вводим вторую форму, это, соответственно, репортажи через Перископ, поэтому тоже следите за этой формой, мы будем давать обязательно ссылки, будем давать обязательно анонсы, И через перископы можно обязательно участвовать, смотреть и фактически в онлайн находиться на такого рода репортаже. Значит, что еще интересно произойдет и сейчас активно развивается, что на эту конференцию 18 июня лично я и, скорее всего, Алексей Суходоев, мы с ним вместе будем, мы будем 15, 16, 17 июня в Риге, где будет проводиться мировой форум футурологии. Это тоже, друзья, интереснейшее событие. Это тоже наши партнеры, которые нас туда пригласили и постараются обеспечить именно круглый стол с участием таких, я бы сказал, интереснейших сегодня людей с точки зрения футурологии. Это Курцвелл, это технический директор Гугла, который сегодня считается именно с точки зрения анализа и прогноза технологий в мире номер один. И также там предполагается участие Илона Маска, который будет именно презентовать свою космическую программу и развитие именно космических шагов, которые в ближайшее время предполагает сделать его компания, ну и как цивилизация в целом. Здесь я, друзья, могу проанализировать и сказать, что тот, кто не знает и не читал прогнозов Курцвелла, рекомендую посмотреть. Алексей, наверное, вам сейчас скинет основные аспекты, которые дает Курцвелл. Это интереснейший такой технолог, интересный технический директор Гугла, то есть богатейший человек в мировом плане, но он в основном зацикливался сегодня в рамках пятого технологического уклада на развитие IT-технологии. И у него направление, которое сегодня идет, это связанное с суперкомпьютерами, с искусственным интеллектом, с созданием бесконечной жизни, которая сегодня есть. И вот вокруг этого он зациклен, и фактически из тех, ну где-то 9-10 направлений, которые он дает, они в основном идут вокруг этого. С точки зрения анализа, именно как специалиста в прогнозе, я тоже говорил, что я более 20 лет занимаюсь макроэкономическим прогнозом, но мой прогноз идет из тех технологических основ, которые идут за школы инженера Юницкого. И мы сегодня развиваем и продвигаем то, что сегодня дают технологии, как мы их называем, Sky Group, то есть Sky Technologies, то есть группа технологий Sky Tech. Я не раз уже говорил, почему мы ввели название Sky Tech, потому что сегодня то, что определяет основное развитие, основную капитализацию и основное интеллектуальное вложение, идут группы технологий High Tech. И High Tech, если дословно переводить с английского, это высокие технологии, и они агрегированы сегодня, они описаны, то есть есть четкое законченное понятие, есть такие уже абстрактные понятия, как IT-технологии, как iPhone, как смартфон. Естественно, что сегодня ни у кого не возникает, что такое, как проанализировать и показать, что такое, допустим, силиконовая долина, то есть это законченное понятие, что такое герои своего времени, это все, друзья, то, что связано с группой технологий High Tech. Естественно, при развитии цивилизации, при развитии технологий возникает вопрос, а какая группа технологий идет за High Tech? Ведь технологии развития и то, что показал Николай Кондратьев, технология волнами развивается бесконечно, и одна волна сменяет другую волну, и это как раз основа технологических укладов, и мы сегодня стоим на смене пятого уклада на шестой, дальше мы уже описываем и прогнозируем смену седьмого уклада, мы уже четко понимаем сегодня его рамки, его задачи и основную группу технологий, которые будут являться ядром седьмого технологического уклада, и сегодня уже зарождается очертание и, соответственно, направление восьмого технологического уклада, что еще не позволяет себе сделать ни одна, ни прогнозная, ни инженерная школа в мире. Мы же очень, основываясь на том опыте, на той работе, которую мы делаем, исходя из того, что основа шестого технологического уклада это Транснет, где лежат именно струнные технологии, и дальше группа струнных технологий, именно группа технологий СкайТека, она определит весь шестой технологический уклад и даст основы для зарождения седьмого, где основной сетью, и основной это уже будет SpaceNet, то есть следующие космические технологии, которые основную индустрию, основное вредное производство выведут за пределы атмосферы, и, соответственно, Земля останется как чистый дом, где можно будет комфортно жить, где можно жить и не гадить себе под носом для того, чтобы потом умирать от тех отходов, которые мы делаем для технического производства. А реально жизнь сделать, как действительно это была земля-сад, голубая планета, которая действительно пригодна и комфортна для жизни. Это как раз задачи и цели седьмого технологического уклада, к которому мы сегодня подходим. Так вот, друзья, самое интересное, что вот та футурологическая конференция, которая сегодня закладывается и в основе которой лежат прогнозы именно Курцвелла и Илона Маска, с нашей точки зрения, они сегодня неполным образом описывают и неполным образом могут представить то будущее, которое сегодня есть. А если говорить нашим языком, друзья, они даже не представляют, какое будущее их ожидает в ближайшие 3, 5, 10 лет, и насколько они далеки от реальных прогнозов. И я думаю, что очень интересно это будет в преддверии обсуждения, это будет очень интересно в тех выводах, которые будут, и, соответственно, это еще особенно важно, что мы очень надеемся, и организаторы уже всемирного инновационного форума в сентябре, они нам, ну так, несколько витиевата обещали, что будет очень интересная встреча между Илоном Маском и инженером Юницким, которые именно с точки зрения создания технологии, которые определяют развитие цивилизации на ближайшие 20-30 лет, это будет, ну, я бы сказал, очень интереснейшее событие, поэтому мы постараемся в плане подготовки этих событий, поучаствовать в этом форуме, который будет еще раз 15-16-17 в городе Риге, вот, и, соответственно, в эти же периоды, наверное, 16-17 мы планируем провести нашу конференцию Skyway, для того, чтобы уже с нашими сторонниками, с нашими партнерами обсудить текучее состояние, обсудить в перспективе вопрос, который нас ждут в ближайшее время, и сделать несколько такой скачок для того, чтобы, и задел для того, чтобы двигаться дальше по странам Прибалтики и по именно развитию проекта Skyway. Это вот, друзья, то, что сейчас в ближайшее время нас ожидает, и это интересное развитие само по себе, потому что логика формирования вот этого европейского агентства по инвестиционным проектам, вот, мы с ними сотрудничаем, мы с ними сейчас выходим уже на партнерские отношения в ряде проектов, и разработки интересных проектов по Европе, это, друзья, ну, скажем так, работа, которая, они давно следят за нашим проектом, уже на протяжении почти трех лет, но именно предмет для сотрудничества, именно предмет для того, чтобы мы обсуждали уже совместные проекты и совместную деятельность, возник только сейчас, и опять же, друзья, это результат того, что появляются и очевидно становятся результаты, которые мы сегодня демонстрируем. Точно так же, друзья, и сегодня вот эти футуристические, футурологические направления, почему сегодня у меня уже, я получил несколько приглашений в такие центры, потому что, друзья, в основе тех прогнозов, которые я делаю уже не один десяток лет, в основе тех расчетов и показателей, которые сегодня вкладываются в будущее, у нас есть конкретная технология, и она уже реализуется на полигоне. И здесь мы радикально, друзья, отличаемся от того, что говорит и Курцвелл, и радикально от того, что Илон Маск, потому что они сегодня основываются на технологиях, которых не существует. Технологию Hyperloop, которую создает сегодня Илон Маск, с инженерной точки зрения, я могу сказать, она практически нереализуема. И те элементы испытаний, которые они сегодня показывают, друзья, с инженерной точки зрения это вызывает, ну, мягко говоря, улыбку, а с другой точки зрения недопонимание, потому что как то, что они продемонстрировали на прошлой неделе, элементы движения телеги по рельсам, которые движутся с помощью развертого электромагнитного двигателя, как они собираются из этого сделать вакуумную трубу, и, соответственно, как это будет двигаться. То есть это несколько вызывает больше вопросов, чем ответов. И ни в этом, ни в следующем, ни в 2018 году элементы технологий Hyperloop не будут продемонстрированы. Соответственно, в этом, друзья, то же самое касается нашего прямого конкурента. Это прямой компанией, которая даже называется схожим названием SkyTran. То есть это построение индивидуального транспорта с помощью магнитной левитации. И, как они говорили, с небольшой путевой структурой диаметром 40 см. А как на выходе оказалось, что эта путевая структура находится в балке 2 на 2 метра. То есть, что тоже с инженерной точки зрения вызывает, мягко говоря, вопросы о непонимании. Так вот, друзья, это тоже компания, которая уже начала совместно с НАСА строить первую трассу в Израиле. Так вот, они также ни в этом, ни на следующем году не выйдут в демонстрацию прототипа. И в этом плане, друзья, технология SkyWay и инженерная школа Анатолия Ильиницкого, она находится абсолютно в другом положении, потому что в этом году уже будут продемонстрированы прототипы, в этом году уже будут продемонстрированы действующие образцы, и в этом году уже будет начато первое строительство первых конкретных уже коммерческих трасс с использованием технологии SkyWay. Ни одна другая технология не может это показать, и тем более дать те характеристики по ценам и качествам, которые сегодня продемонстрированы. Поэтому, друзья, это кардинально то, что отличается сегодняшнее состояние дел, от того, что сегодня декларируют, делают. И мы уже столкнулись с тем, что определенные наши конкуренты, для того, чтобы перебить ряд контрактов, перебить ряд предложений, которые делает SkyWay, предлагают заведомо нереализуемые цены, предлагают заведомо нереализуемые решения, ради того, чтобы просто вот этой недобросовестной конкуренции перехватить контракты. Но это, друзья, все время расставит на свои места. И сегодня, я уже не раз это повторял и говорил, единственным мерилом, единственным оценщиком, единственным тем, кто может вводить и делать, соответственно, оценки такого рода проектом, это, друзья, действующий полигон, действующий прототип, это действующие испытания. И мы сегодня к этому идем, и мы это сегодня показываем. Очень многие люди и компании, которые пытаются работать в этом же направлении, они это только декларируют. Это вот как раз, друзья, принципиальное отличие между бла-бла-бла-бла-бла предложением и реальной работой, реальными контрактами. И, как я уже говорил, в июне месяце, в начале июня будет делегация с Австралии, которая будет уже реально обсуждать, делать и запускать конкретные проекты на территории Австралии. И еще, друзья, небольшое, как бы, такое, не то что отступление, а еще очень интересное направление. Я говорил в предыдущей части, что Skyway и именно инженерная школа сегодня запускает четыре новых направления. Это грузовые перевозки, это скоростные пассажирские, городские низкоскоростные пассажирские, это воздушное метро. И четвертое направление, это связанное с ландшафтами, с туризмом, с новыми именно спортивно-туристическими кластерами, создание новой туристической инфраструктуры индустрии. И вот как раз завтра, послезавтра, два дня в экспо-центре в Москве будет проходить туристический именно форум, на котором также мы будем делать доклад. Поэтому те, кто в Москве и в московском регионе, приглашаю послезавтра в пятницу с 12 до 15 часов, будет именно доклад на форуме по новым направлениям в концепции туризма. Естественно, что мы будем рассказывать о технологии Skyway, о технологии юнибайков, вводить новое такое понятие, как travel bike, то есть именно туристическое примещение. И здесь как раз мы с рядом наших партнеров, в том числе, как мы уже говорили, из Чечни, с созданием туристического кластера, но они, к сожалению, на этой выставке участвовать не будут. А вот наши партнеры из Красноярска, где мы будем показывать технологию красноярские столбы с демонстрацией, ну, с первым проектом, который может быть. Это вот как раз будет запущено. Поэтому, друзья, соответственно, кто может вживую принимать участие, значит, будет там небольшая конференция, которую будем проводить мы с Александром Мэнко. И, соответственно, вопросы-ответы и репортаж уже через перископ, связанный с теми возможностями технологии Skyway, которые будут направлены для туристической отрасли. Поэтому, друзья, видите, событий таких происходить будет сейчас много. И постепенно давайте, друзья, все-таки привыкать, что перископ – это онлайн, перископ – это постоянное общение, перископ – это возможность вести репортажи, которые мы как раз будем вот с этой выставки. Там будет ряд репортажей с интересными участниками этой выставки. Там будет мое выступление на заседание, связанное именно с перспективами туристической отрасли. И там будет ряд, как раз уже с Александром Мэнко мы покажем вам ряд направлений, которые будут в ближайшее время развиваться с помощью нашего Sky Travel Bike, то есть то, что сегодня реально перевернет всю туристическую индустрию. Я думаю, что очень многие, которые услышат о нашей концепции, они в принципе изменят свое представление о туризме. Хотя, казалось бы, что о нем еще можно сегодня изменить. Ну вот, друзья, это буквально коротко то, что я хотел сейчас вам сказать. Я передаю слово Алексею. Алексей, как всегда, дает свое видение того, что сегодня происходит со своими комментариями. А я дальше, друзья, в конце, как всегда, небольшая завершающая часть и переход на следующую, скажем так, информацию. Анатолий Анатольевич, коллеги, ну на самом деле вот темп развития нашего проекта просто поражает, поражает тех людей, кто присоединился к проекту фактически в самом начале, потому что вот буквально естественно компания все озвучивает и готовит достаточно долго эти новости и не просто новости, а реальные действия, реальные события. И сегодня мы хотели бы подробнее остановиться на австралийских событиях. Все вы прекрасно знаете, что зимой 2015 года произошло знакомство Skyway с Родом Хуком. Род Хук, чтобы вы понимали, это не последний далеко человек в Австралии. Это ныне один из директоров управляющей компании Skyway Транспорт Австралии, инвестор Skyway и бывший министр транспорта, инфраструктуры и планирования Южной Австралии. То есть представьте, человек такой величины стал не просто развивать проект Skyway как традиционный инвестор, инвестируя в проект какие-то свои денежные сбережения, либо привлекая инвестиционные ресурсы крупных инвесторов, как вот у нас действуют, собственно, некоторые средние инвесторы, некоторые мелкие инвесторы также рассчитывают выйти на крупных инвесторов. И на самом деле, дамы и господа, это абсолютно правильно, но нужно понимать и нужно, так скажем, быстро отделять зерна от плевел и понимать, что действительно человек, вот то, что он говорит, это соответствует действительности. Потому что первые переговоры проводила Людмила Хьюз, за что огромное спасибо. Этого человека непосредственно лично я знаю, и по скайпу мы очень много общались, работали вместе, и в Skyway Инвес, группы сейчас в Skyway Capital играем, работаем. То есть, это именно роль огромная Людмила Хьюз в осуществлении австралийского проекта. И вдумайтесь в то, каким образом это началось все. Все это началось с простой именно зацепки рода Хука проектом Skyway в LinkedIn, в обычной социальной сети. Далее, соответственно, Людмила Хьюз встретилась лично и объяснила суть проекта своими словами. И род Хук заинтересовался, после этого началось такое достаточно продолжительное рытье проекта. И мы с Сергеем Анатольевичем здесь выступили чисто как связующие звенья, чтобы максимально быстро вывести Людмилу Хьюз, рода Хука на руководство компании, потому что в этом плане мы уже некомпетентны именно выстраивать отношения с людьми такого уровня в Австралии. И, соответственно, всю работу продолжила головная компания. И я могу сказать, дамы и господа, что вся вот эта вот игра, я неспроста сказал это слово, вся эта игра достаточно серьезно отражается на вообще мировой транспортной, экономической и политической ситуации. Потому что эта игра не только наша с вами, это игра достаточно серьезных деятелей, с которыми нам еще предстоит встретиться лицом к лицу. Это те, кто контролирует на сегодняшний день рынок транспортной индустрии, не только транспортной индустрии. Ну, приведу пример, что просто у нас даже будет расположен стенд напротив Симмонс и Кавасаки. А Симмонс это, соответственно, контроль более 60% вообще денежных средств в различных фондах, крупных инвесторов в Германии. И как раз таки вот Сергей Анатольевич Сибирьков сказал, что будет конференция в Германии, будет съезд достаточно серьезной организации, на которую не попросили снимания, никто не просился, а были приглашены представители Skyway Capital, представители тех, кто развивает проект Skyway. Потому что на сегодняшний день, дамы и господа, абсолютно каждый человек может принести свой вклад и в привлечение достаточно крупных инвестиций. Ну, а теперь конкретно к Австралии, дамы и господа, наиболее так плотно, чтобы было понимание. Все готовилось, собственно, больше года, не побоюсь этого слова. И, нет, на самом деле меньше года, потому что началось знакомство непосредственно это в январе 2015 года. И, соответственно, прошло, сегодня мы достигли уже конкретной договоренности, конкретной деятельности управляющей компании и договоренности управляющей компании уже достаточно серьезными компаниями. То есть, строительная компания LandLis, она занимается вопросами строительства, инфраструктуры и недвижимости, инжиниринговая компания Aurecon. То есть, эти все компании необходимы по развитию проекта для соответствующих получения разрешений, соответствующей аккредитации от служб госнадзора и, естественно, как бы продвижению проекта в дальнейшем. И, на самом деле, этот проект пилотный, дамы и господа, то есть, проект именно эстакадного транспорта Skyway в Южной Австралии, это, соответственно, планируется к реализации для университета Flinders. И, можно сказать, что данный пилотный проект будет также провоцировать цепь и цепную реакцию, я бы сказал, многочисленных проектов, многочисленных это больше десяти, по Южной Австралии. Предполагается, что трасса Skyway будет также простираться от новой станции, то есть, сейчас федеральное правительство строит железнодорожную ветку от парка Тонсли до территории Flinders, и, соответственно, от новой станции будет соединение с медицинским центром Flinders, то есть, пассажиропоток, чтобы вы понимали, примерно 1 миллион пассажиров в год. И, внимание, Ротхук заявил в статье, и в статье это было опубликовано. Сейчас, минуточку, я вам обязательно сброшу, после того, как именно закончу свое вещание, все материалы по австралийским новостям, и, внимание, еще раз, вот просто прочувствуйте это, перемещение пассажиров по этому маршруту будет бесплатным. То есть, это абсолютно благородная, во-первых, цель, то есть, перемещение от станции до медицинского центра, и это логика, логика Транснет, которую мы неоднократно вам говорили на вебинарах. Соответственно, окупаемость будет за счет других нюансов. И, на самом деле, не везде на сегодняшний день окупаемый мобильный интернет, окупаемая мобильная телефонная связь, это просто технический прогресс, который возрастает удобство использования тех или иных коммуникаций и повышает качество жизни человека, и, соответственно, повышает общую капитализацию тех компаний, которые это выполняют. Это неизбежный технологический прогресс. И делать что-то дорогостоящим, что касается, в особенности, перемещения пассажиров, грузов, это, на самом деле, расходится с логикой Транснет, с логикой SkyWay, струнных технологий небесных, технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого, и как раз-таки новый технологический уклад будет сопровождаться новой концепцией закладывания стоимости перемещения, стирания границ визового контроля. Скорее всего, это произойдет. То есть, это уже как раз-таки пошла футурология, прогнозы и так далее. И, соответственно, границы между странами, действительно, благодаря SkyWay, благодаря Транснет, могут быть стерты. И, дамы и господа, для тех, кто умеет работать в социальных сетях, то есть, вот личные чаты моей структуры, сегодня мы выдавали новости, один за другим просто по цепной реакции передает новости. И благодарность огромной Людмиле Хьюз. Плюс, вот это, просим прощения, конечно, за качество и так далее, но это конкретные фотографии, репортажей на австралийском телевидении. То есть, в 5 часов вечера была произведена трансляция передачи, и на самом деле, дамы и господа, это просто нет слов, это действительно просто супер, потому что с этого момента мы можем официально заявлять, что движения по Австралии начались, и более чем начались. Еще вчера мы говорили, что в ближайшие дни, сегодня, завтра, на радио, на центральной газете, телевидении, и действительно, заявляйте об этом всем своим знакомым, незнакомым людям, что SkyWay начался в Австралии, что мы начали строить SkyWay в Австралии. И, соответственно, на радио уже трансляция прошла, обязательно сброшу также ссылку, для тех, кто знает английский, пожалуйста, послушайте, для тех, кто не знает, ожидайте перевода в виде титров. И в ряде крупнейших изданий, интернет-изданий, прошла новость о запуске проекта в Австралии. И я очень серьезно, как бы, наблюдал за тем, какая реакция у рядовых жителей Австралии. То есть, как у нас различные городские порталы и так далее, реакция, на самом деле, в основном сугубо положительная. То есть, люди говорят, что они этого много ждали, много каких попыток предпринимало правительство Австралии, Южной Австралии, именно в плане улучшения инфраструктуры. Но такого действительно ждал и народ, и правительство, и инжиниринговые компании, которые получат, естественно, свою прибыль при выполнении качеством работы. И проектные организации, которые некоторые этапы смогут выполнять, но основную часть этапа будет выполнять уже проектный институт, Skyway и ЗАО, тут струнные технологии, соответственно. И более того, я могу сказать, что в недавнем времени была также грандиозная новость. У нас фактически каждый день по нескольку новостей уже выходит в свет, и ЗАО струнные технологии получило лицензию на проектирование. Это очень вовремя, потому что нужно будет проектировать и трассу, и последующие трассы на территории Австралии. И на самом деле проектный институт Skyway от ЗАО струнные технологии будет параллельно развиваться во многих регионах и странах мира, потому что параллельно, на наш взгляд, будут строиться трассы по всему миру. И сейчас это начинается с Австралии. Мы неспроста сделали в анонсе, что сегодня Австралия, завтра весь мир, потому что, дорогие друзья, это действительно так. И очень жаль, очень жалко, я бы сказал, австралийцев, что они не могут участвовать в народном финансировании, и, соответственно, есть определенные нюансы законодательства, финансовых схем и так далее. Но все люди, которые сейчас наблюдали за проектом Skyway, вот просто, я могу сказать, опять же, по своей структуре, те люди, активные лидеры, которые спали, они уже просыпаются и просто просят, давайте сделаем отдельный вебинар, потому что они хотят нести эту информацию в массы. И, пожалуйста, используйте этот инструмент, эту мощнейшую новость, все новости, все материалы я сейчас сброшу, передавайте их как человеку, потому что это действительно супер новость. Если кто-то не оценил на самом деле протоколы экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, потом заключение комиссии рабочей группы по признанию уже перспективной и рекомендованной к применению на территории Российской Федерации, именно что касаемо технологии Skyway, то многих разбудит именно Австралия. Я не знаю, почему, возможно, нет пророка в своем Отечестве, люди не видят очевидной ценности инвестирования в технологию продвижения, помощи продвижения проекту Skyway, но как раз таки новость с Австралии заставляет людей задуматься. И, дамы и господа, это только начало, начало пути движения реальных адресных проектов. То есть, хотелось бы ввести терминологию именно реальные адресные проекты, потому что есть адресные проекты, которые инициируются и планируются от одного из адресных проектов. В Челябинске мы отказались, хотя можно было подписать и соглашение легко, и начать финансирование, но не хотелось бы, чтобы люди, которые инвестируют в проект, соответственно, получали только на четвертый год окупаемость и прибыль 2-3% в год. Хотелось бы уже ввести именно такой вот именно эскадрон народного финансирования, я бы сказал, в те проекты, которые действительно перспективны и потенциальны. В чате задавался вопрос, каким образом обстоит дело по поводу общения с крупными инвесторами, о которых мы говорили, то есть, это фонд Эфельгрупп и так далее. И, соответственно, могу сказать, что общение ведется, ведется сугубо положительно и как только будут достигнуты результаты и вы видите, что сколько месяцев готовился выход именно австралийского проекта наружу, так скажем, именно из закрытой информации в открытую, таким же образом сейчас происходит общение. Сергей Анатольевич не раз в неделю, а несколько раз в неделю общается с крупными инвесторами вживую, потому что некоторые из них находятся в Москве и, соответственно, упаковка адресных проектов, которые теоретически могут обеспечить закрытие огромного количества именно процентов финансирования сегодняшнего этапа технологии Skyway и это действительно, дорогие друзья, может произойти. Это действительно может случиться и, как мы и говорили, теоретически, возможно, потенциально в ближайшей перспективе мы всегда будем повторять эти слова и, более того, скоро появится очень мощный лендинг, замечательный лендинг, мне он очень понравился от Skyway Capital по продвижению нашего проекта, где фактически каждая ссылка будет вести на ссылку на вашу регистрацию, вы сможете продвигать его в интернет, по мобильному телефону, кстати, можно легко продвигать, отсылая ссылку в SMS с кратким сообщением, потом перезванивая, и это будет действительно мощнейший инструмент. И там мы будем повторять и, соответственно, от человека к человеку будет передаваться информация, что примите участие в глобальном бенчурном в проекте, до момента закрытия финансирования корневой технологии, до того момента, когда будет действительно ясно, что проект не имеет вообще никаких рисков, абсолютно будет употребляться этот термин. И, дамы и господа, я думаю, что та новость по Австралии, она быстро пролетит по всей нашей инвестпроводящей сети и спровоцирует огромный рост интереса, просто говорите, что Skyway запустился в Австралии. Когда-то вы говорили людям, что Skyway запустится, планируется запуститься где-то там, и, собственно, сейчас вы можете конкретно говорить, что Skyway действительно запустился в Австралии. И конкретные новости мы уже будем по австралийскому проекту обязательно освещать. Я думаю, что это будет открытая информация, естественно, закрытую информацию никто не будет посвящать. И хотел бы анонсировать, дамы и господа, также вот новость, которую я лично обещал вам, и завтра состоится вебинар, достаточно интересный вебинар, то есть тренировка, подготовка Веласи и Руслан Багиров покажет вам серьезную технику продаж. Собственно, мы с Русланом дадим новейшей технике продаж, которые многотысячные структуры позволили построить еще в самом начале развития, еще в 2014 году. О количестве сейчас уже даже не имеет смысла говорить, сколько людей находится в структуре. И, пожалуйста, передайте всем ссылку, также в чатах будет написано, это будет специальный вводный бесплатный вебинар по уникальным техникам продаж для холодного рынка. То есть именно применимо к сегодняшним этапам вам будет показано, каким образом по телефону можно будет действительно человека не то, что рекрутировать, не то, что его уговорить, показать ценность проекта Skyway и соответственно буквально за несколько минут, максимум 10 минут человек получает четкое понимание и видение, что да, этот проект ему необходим. Эти техники будут также применимы с техникой Джордана Белфорда. Я и Руслан еще во времена участия в Skyway Инбезгрупп присутствовали лично на тренинге Джордана Белфорда, который проходил в Москве и в том числе его фишки будут использованы. После этого вы сможете действительно потренироваться и очень легко, очень просто говорить с вашими партнерами по телефону, не назначая встречи, а закрывая сделку на инвестицию в технологию Skyway по текущим новостям, по текущим событиям. Это позволяет делать фактически удаленно и соответственно вы будете растить свою структуру, вы будете ускорять еще больше общий приток инвестиций в проект Skyway и соответственно ускорять самое главное и самое важное финансирование строительства экотехнопарка. Потому что без финансирования строительства экотехнопарка я могу сказать, что никакого проекта в Австралии не будет и все проекты, которые мы инициируем, это окажется воздушными замками и собственно домом на песке. Мы этого не можем допустить, поэтому пожалуйста давайте поставим себе цель примерно до 2017 года действительно не расслабляться и работать по развитию проекта Skyway. Для многих людей это вошло уже в стиль жизни. Строй Skyway спасает планету и дает дорогу мир Транснету. Благодарю друзья. А сейчас я сброшу все ссылки на австралийские новости, чтобы вы уже ознакомились, прочитали в переводе статью, послушали выступление на радио Рода Хука и соответственно уже конкретное описание с ссылками с датой с названием того вебинара, который завтра будет соответственно не пропустите, потому что естественно он будет в записи, но мы достаточно серьезно тренировались, чтобы показать эти техники и передать вам, чтобы развивать проект Skyway еще больше и еще сильнее. Сергей Анатольевич, вам слово. Алексей, вот видите, как у нас для одного дня насколько просто анонсируя и показывая и разъясняя то, что происходит, сколько, друзья, уже как бы и времени уходит и есть что пообсуждать и есть на чем сконцентрировать внимание, поэтому друзья, еще раз давайте тогда по уже чтобы в голове остались определенные вехи, что завтра Алексей с Русланом Багировым проводят очень интересную технику вебинар, вот это, друзья, не какие-то платные курсы и не какие-то заоблачные методики, как завтра стать миллиардером, а это, друзья, вопрос о том, как чувствовать себя комфортно, как быть четко подкованным для того, чтобы ясно, четко, спокойно, квалифицированно донести информацию, человек понял, что вы хотите ему сказать и откликнулся на то, что вы хотите донести, то есть заинтересовался проектом. И я могу сказать, что это делают люди не какие-то посторонние, которые всю жизнь занимались там обучением чему-то и как-то, а это люди, которые выросли в проекте, которые не один год уже и не с одной тысячей человек переговорили о Skyway, которые действительно знают и болеют, о чем идет речь, поэтому это, друзья, крайне интересно и рекомендую во всяком случае хотя бы в фоновом режиме либо в записи обязательно это посмотреть, потому что это будет очень полезно для того, кто общается на тему Skyway. Дальше, друзья, опять же, завтра, послезавтра будет туристический форум в Москве, в экспо-центре. Мы с Александром Монкотом будем проводить репортажи, поэтому и завтра, и послезавтра. Значит, послезавтра будет анонс, это с 12 до 15 будет репортажи и выступления на глинарном заседании, поэтому смотрите на пятницу, а завтра будет включение в режиме репортажа, поэтому просто следите за перископом, следите за информацией, которую он выдает, поэтому эту работу мы будем вести постоянно. Дальше по конференциям, которые мы обозначили. Значит, друзья, первое, что у нас намечено, и я думаю, что ничего не изменится, за это время на субботу, на 21 число, на 12 часов телемост именно связанный с последними новостями, с анонсами и с работой по смене дисконта и по тому, что сейчас происходит. Поэтому мы это подробно там все расскажем, покажем, что до конца мая вам сейчас предлагается право выбрать те пакеты и те рассрочки, в которых вы хотите участвовать, и соответственно, по мере того, как вы будете участвовать и платить, вы будете сохранять эти дискаунты. С 1 июня кто будет входить и кто будет заканчивать позже, чем 1 июня и не возьмет новые на себя обязательства, для тех рассрочки сохраняться не будут. И здесь я тоже, друзья, прошу это очень четко понимать, что если вы планируете еще дальше работать с такими дискаунтами, то вам надо принять решение в мае. И это для нас крайне важное значение, и это исходит из того, что мы должны планировать, сколько людей взяли на себя такие обязательства и какие плановые поступления будут инвестиции в компании, потому что сейчас очень важный период, именно июнь, июль, август, в плане подготовки выставки в сентябре и демонстрации технологий уже в октябре, и в этом плане для нас крайне важно именно финансовое планирование с точки зрения сколько будет гарантированных поступлений, и это можно сделать только сегодня на основании того, что вы продумаете и на себя возьмете обязательства. Это естественно относится только к тем, кто делает свой выбор осознанный, для кого это уже не спекулятивная вещь и не то, что вы сегодня хотите вложить и заработать завтра миллиард, это вопрос о том, что это участие в проекте, это планирование, это поддержка проекта, поэтому мы обращаемся и это рассчитано только на тех, кто свои действия делает осознанно, кто понимает, что он делает, и кто понимает цели и задачи, какие перед нами стоят. Если вы в чем-то сомневаетесь, если вам непонятно или у вас есть какие-то вопросы, то прежде чем что-либо сделать, какой-то шаг в нашем вечерном проекте, прежде всего получите всю информацию, проанализируйте и только после этого, дорогие друзья, принимайте решение. Ни в коем случае не наоборот. Потому что в противном случае это неосознанное действие, которое может вам потом выйти боком, либо от действий, которых вы можете потом пожалеть. И это, друзья, как раз не наш подход. Мы абсолютно призываем вас к тому, чтобы все шаги, все действия вы делали осознанно, на основе полученной, обработанной, проанализированной информации, которая для вас абсолютно комфортна. Поэтому здесь, друзья, позиция только однозначная, и она, эта информация относится только к тем, кто уже понимает и несет ответственность за те действия, которые мы с вами делаем. Так, друзья, теперь по крупным инвесторам здесь задавали вопросы. Да, Алексей ответил, что эта работа ведется постоянно, и не только мной, сегодня практически все квалифицированные менеджеры, все участники проектов. Мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые все больше и больше выражают интерес участия в проекте. Я думаю, что такие события, как сейчас проходят по Австралии, в ближайшее время еще по ряду стран пройдут, ну, я бы сказал, очень значимые события, и Австралия, это только первая ласточка, но она очень важная, потому что она готовилась с нами все более года, что она зародилась и началась именно с людей, которые просто сами пришли в проект, как мы называем, просто простые инвесторы, но это вылилось в работу, когда простой инвестор привел уже непростого человека, и это вылилось уже в серьезную работу. А вместе это, друзья, та цель и задача, ради которой и создавался краудинвестинг, и это сегодня то, что сегодня уже реализуется, и то, что сегодня дает результат. И дальше мы увидим еще очень много интересных событий, проектов, мы увидим очень много героев, которые будут именно реализовывать такую работу, и как вот уже Алексей сказал, это его, скажем так, структура, это его люди, с кем он работал, и совместными нашими усилиями это привело вот к тому результату, который сегодня происходит, и то, что Рот Хук сегодня уже выступая на телевидении, в прессе, на радио, говорит, что это наш проект, я его продвигаю, и он для Австралии даст очень серьезные результаты, это, друзья, я могу сказать, дорогого стоит, и это действительно то, что уже можно показывать, именно как результат, и то, что действительно можно использовать уже как достижение, которое сегодня сделано нами, как краудинвестинговой платформой, которая сегодня продвигает технологию Skyway, и которая сегодня получает определенные результаты, потому что это начало строительства, это начало крупной работы, и здесь, друзья, поэтому на этом столько уделяем внимания, наверное, даже больше, чем протоколу, который подписал Минтранс, и именно задача формулировки, которую поставил Минтранс, что мы признаем, мы анализируем, мы понимаем технологию Skyway, все остальное обсуждается только, друзья, на полигоне после того, как будет продемонстрировано. Это, друзья, самое золотое правило, самое золотое решение, которое мог вынести Минтранс, потому что как раз наша задача это показать, это продемонстрировать, и именно на полигоне, именно в Экотехнопарке произвести сравнение технологий, не на уровне умозрительных заключений, не на уровне гаданий на кофейной гуще, либо говорить о том, что у меня круче, а, друзья, весь вопрос продемонстрируйте, покажите, тогда можно будет принимать решение, и не как в коем другой мере, потому что у нас есть очень много сегодня завистников или там бывших партнеров, которые говорят, а мы сделаем лучше и дешевле, делайте, друзья, какие вопросы, или наших конкурентов, которые делают технологии, что там струна, мы там сделаем магнитный подвес, тоже круче, качественнее и дешевле, опять же, друзья, делайте, но весь вопрос покажите, и вот когда покажете, тогда мы будем это сравнивать именно с технологическим уклоном, именно с технологическим анализом, а не ковыряясь пальцем в носу и в потолок кое-нибудь что-то делая, говоря, что у нас лучше, это, друзья, знаете, как в хорошем анекдоте про старика, который говорит, мой сосед говорит, что он за ночь с бабкой может 10, он говорит, ну а ты говоришь, что 20, кто тебе мешает, и вот это, к сожалению, то, что сегодня используется и продвигается недобросовестной конкуренцией, и с кем-то нам приходится с аналитической точки зрения спорить на экспертном уровне, кому-то приходится доказывать уже на уровне чертежей, а кому-то надо будет только после демонстрации дать ответы, которые сегодня есть. Ну еще, как я уже анонсировал и говорил, что у нас готовится сейчас ряд судебных разбирательств с нашими, я бы так сказал, недобросовестными партнерами и конкурентами, и мы тоже, друзья, здесь вам, когда будут определенные события, покажем, и несколько, даже вебинаров с Алексеем проводили, анализируя деятельность тех людей, которые работали раньше с компанией, а сегодня пытаются выдать технологию Skyway как свою, просто подделав документы, в том числе и фотографии. Так вот, сегодня пришло время призвать этих людей к ответу, пришло время через судебные решения показать и заставить этих людей принести извинения. Поэтому это тоже, друзья, часть работы, которая обязательно должна делаться, и это, друзья, часть юридической защиты, которая дальше просто необходима для того, чтобы мы с вами защитили те инвестиционные пакеты, капитализация которых может произойти только после внедрения интеллектуальной собственности. И интеллектуальная собственность, друзья, это ключевое понятие, это ключевое определение и это то, что требуется в ключевой защите. И, соответственно, эта защита будет и физическая от прямого воровства и защита юридическая от копирования и попытка ее использовать в разных целях. Это, друзья, тоже ведется и это тоже говорит о том, что компания встает уже на определенные рельсы, что это уже другой этап развития и, соответственно, таких вещей тоже у нас будет еще не раз и не два. Это то, что сопровождает развитие любого крупного масштабного серьезного проекта. Так, ну вот, друзья, на сегодня, я думаю, что, значит, еще раз в субботу, 21 мая в 12 часов у нас запланирован большой телемост, где будут как раз и те новости, о которых мы говорили по ближайшим конференциям, еще рядом расписанных графиков, которые сегодня есть, потому что очень плотный график, который сегодня намечен, и, соответственно, с анализом и пакетов, и дисконтов, которые будут происходить, ну и просто со сменой технологического направления, который мы сегодня переходим на следующий уровень, то есть вы увидите всю нашу команду, которая как раз отчитается, покажет, расскажет и будем двигаться дальше, так как сегодня это запланировано и так как сегодня это приносит результат. Ну вот, друзья, давайте про все остальное, я думаю, что на сегодняшний момент это не так важно, потому что для нас сегодня основное направление и то, что сегодня отвечает на все вопросы, это развитие проекта Skyway. Будет развиваться Skyway, будет и меняться экономическая ситуация, будет меняться личное финансовое положение каждого, будет меняться политический климат и политическое отношение между странами и сегодня существующими конкурентами, когда все это, друзья, будет переходить в совсем другую плоскость, поэтому для нас, друзья, строй Skyway, спасай планету, это не пустые слова, это реально программа действия, которую мы с вами реализуем и которая сегодня для нас является ключевой. Ну, друзья, на этом я прощаюсь с вами, тот, кто будет с нами вечером в 19 и 20 часов, мы с вами еще увидимся, для всех остальных, друзья, до общения в Перископе завтра и послезавтра для встречи на Тельмосту в 12 часов 21 мая и, соответственно, друзья, до следующей работы в нашем проекте в среду все у нас по расписанию, движемся, друзья, значит, проект разведывается. Здравствуйте, с вами Михаил Кирченко, вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами отправляемся в такое долгожданное путешествие, почти на волю, в помпасы, то есть на стройке.